А, ну там целый потомственный у них рот, там, короче говоря, паспорт целый есть у этого барана. Жесть. Именно, короче, да, именно за гены этого барана заплатили, чтобы через три года другого сделать, еще одного, и продать его за миллион уже долларов. Наверное, как-то так, иначе сложно объяснить такую. Двигаемся дальше. Кстати, в России 4941 случаи коронавируса за сутки появились. Примерно пять тысяч так и происходит. Каждый день практически. Не меняется с самого конца вот, ну, так, самоизоляции. Забавно, что становятся жертвой похитителей. Вот свадебные платья из бутика в центре Москвы похитили всего на три с половиной миллиона рублей. Забавно, да, свадебное платье похитил, и все, и продаешь на Авито как просто свое. Памятник Шухова надремонтирует Москве. Забавно, что еще интересного. Забавно, полиция Ирландии вернула потерянный кошелек через 20 лет. Вот работают ребята. Вернулись же, да, висяк, раскрыли висяк. Вместо надения на днях зашел житель города и отдал найденным им в земле кошелек. В машинке находилась кредитная карта и студенческий билет, датированный июнем 2001 года. Полиция смогла связаться с водицем кошелька, который подтвердил, что потерял его почти 20 лет, себя назад. И вот так вот раскрылась загадка 20-летней давности, да. Вот потом думаем, где же наши вещи, потом лежат, оказывается. Сити забивает тем временем третий мяч уже в этой игре. Еще 4 минуты не прошли, а уже 3-0 на табло. Вот, кстати, СМИ сообщают, что Суперкубок Уэфа рискует не состояться. Да, 24 сентября в Удапеште он был запланирован. Ограничительных мер по просьбе о распространении коронавируса в Венгрии. Может быть, либо перенесем в другое место, да. Ранее Венгерская информационная агентство сообщило, что проведение в Венгрии с 1 сентября ограничено въезд страну для иностранцев для борьбы с коронавирусом. Бавария должна встречаться с Севильей в этом матче. Ну, я думаю, что не состоится, что он состоится. В любом случае, просто перенесут в другое место и все. Вот, кстати, экс-чемпион UFC Жорж Сен-Пьер рассказал о самом унизительном моменте в своей карьере. Он говорит, что ничто не делает тебя более слабым, чем победа. И это правда. Со мной произошло именно это, когда я побил Мэтта Хьюза. Мое поражение в бою в СССР сделало меня только сильнее, потому что я из этого извлек урок, а победа ослабила. Я был новым лицом UFC, был молод и только что побил Хьюза. Каждый видел, что я непобедимый. Я сам начал в это верить. Никто не давал Мэтту Сэре ни малейшего шанса, но он поймал меня хорошим ударом, после чего я не вернулся в бой. И мне снова пришлось усвоить урок, что побеждает не лучший боец, а тот, кто был лучше в день боя. Это был самый унизительный момент в моей карьере. Я ощущал, что подвел каждого фаната, пусть это и стало полезным опытом. Вот так вот поражение может влиять на человека. Его вельность себе. Челси тем временем просыпается. Два, три, шесть минут уже сыграна в этой встрече. Два, три, шесть минут уже сыграна в этой встрече. Какая-то... Челси сравнивает счет в игре в итоге. На седьмой минуте встречи, три, три, на табло. Кстати, операторы каршерика снижают планку. Телемобиль убрал пункт наличия стажа в вождении на своих клиентах. Это не первый сервис по прокату машин, который постепенно снижает планку. Новый день это работало в 13 регионах России. Внезапно шпула за руль. Я теперь за руль машин с оранжевым издательным временем. Можно садиться с 18 лет и слышно возиться в стаж. Вашли из Санкт-Петербург, Тула, Нижний Новгород, Борг, Пестово, Держинск, Краснодар, Еленджик. Весью осталось, кстати, по-прежнему. Четыре, три. Мансития выходит вперед. Ну, в общем, теперь вот в пустякам автошкол можно сразу садиться за руль. Вот, быстренько сравняли счет подбористы лондонской команды. Ну и достаточно такой равной борьбе проходит это английский.